Я думаю, что Андреа обязательно побывал и на Дне России. Самый молодой государственный праздник клинчане отметили в Сестрорецком парке. Подробнее Татьяна Барулина. На сцене визитная карточка России. Академический оркестр имени Осипова. Все инструменты здесь исключительно русские народные. Поэтому даже классика звучит в оригинальной обработке. В Клин они приехали неполным составом. Но оркестранты играют так, чтобы у слушателя создалось впечатление целостности и единства. У них очень насыщенный гастрольный план. И то, что они согласились сегодня приехать в Клин, это свидетельство просто долголетней дружбы. Оркестр имени Осипова в советское время был шефом Клинского района. С праздником клинчан поздравляет и глава Клинского района. Вместе с жителями Алену Сокольской исполнил российский гимн. С праздником, с праздником, дорогие наши клинчане! Поздравила глава района и высоковчан. Для них власти также организовали большую программу. Вернисаж местных художников, выставку-ярмарку народных промыслов, мастер-класс для детей по росписи игрушек. Концерт, организованность, и дети заняты, и выставка. Можно найти, как говорится, занятие на любой вкус. Удался праздник и в Майдановском парке. Зрителей пришло даже больше, чем рассчитывали. Для них творческие коллективы со всего района приготовили танцевальные и музыкальные номера. А вот без чего на русском гулянии не обойтись, так это без ярмарки. Все сделано своими руками. Украшения из полимерной глины и пластиковой замши, игрушки в чулочной технике. А вот настоящий русский оберег. Это наше издревнее русское, старинное, то, что именно православное, то, что к нашей Руси и России относится. Мы приятно были удивлены. Что здесь не скучно, а на самом деле весело. Душевно, да, уютно, приятно. А что люди стараются, погода хорошая. Праздник замечательный. Все песни хорошие, музыка хорошая. И ходили, погуляли, и посидели. Интересно, приятно. Татьяна Барулина, Наталья Красавина. Новости дня.